МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Ленинского городского округа на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Рабочий визит головы муниципалитета в крупнейшие научные учреждения России в НИГАЗ. Я, пользуясь случаем, хочу всех вас поблагодарить за вашу любовь, за неравнодушие к своей малой родине. Постановка театрального коллектива «Базилюры» из центра досуга Мамонова. На тебя моя душа! Век глядел бы не дыша! И расскажем о том, как проходят игры в рамках первенства Московской области по футболу среди юношей 2003-2005 годов рождения. Мы идем сейчас на первом месте и опережаем соперников на 6 очков. Глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель с рабочим визитом посетил одно из крупнейших научных учреждений России в НИГАЗ. Институт находится на территории сельского поселения Развилковское. В ходе визита глава познакомился с коллективом, его деятельностью и историей. В поездке Валерий Венцель сопровождали заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин, глава сельского поселения Развилковское Марина Комардина и представители руководства института. Общая численность сотрудников НИГАЗа – 1130 человек, и многие из них живут в Ленинском районе. Мы с учреждением, которое является единственным не только в России, но, наверное, в мире, все время стараемся поддерживать контакты. Контакты какого рода? У нас дети из школы посещают выставки, которые здесь прекрасный музей во Вене и Газе. Мы стараемся с Вене и Газом все-таки поддерживать чистоту в поселке, порядок. Но это наша совместная задача. Дело в том, что школу и ряд домов это строил в НИГАЗ. И хотелось бы, конечно, эти связи укреплялись и развивались дальше. Начался визит с торжественного награждения сотрудников памятными медалями, выпущенными в честь 90-летия Ленинского района. Обращаясь к собравшимся заместитель генерального директора ООО «Газпром» в НИГАЗ, Сергей Анисимов отметил, что жизнь института на протяжении всей истории была неотделима от жизни района. Наш институт ведь не только отраслевой. Являясь здесь, на территории района, передовым форпостом науки, мы также обеспечиваем рабочие места не только для жителей Москвы, а всего района и области. Мы свои достижения относим и к району, а не только к «Газпрому». Потому что это основная часть нашей маленькой родины – Ленинский район. В НИГАЗ является одной из авторитетнейших научных организаций. Институт имеет более 300 патентов на результаты изобретательской деятельности и объединяет 20 научных центров по всей России. Деятельность в НИГАЗа и его сотрудников была удостоена 54 государственных наград. В этот день 20 человек получили памятные медали из рук главы муниципалитета. Я, пользуясь случаем, хочу всех вас поблагодарить за вашу любовь, за неравнодушие к своей малой родине. Спасибо вам большое, что вы участвуете активно во всех общественно-политических, значимых процессах, которые проходят в нашем муниципалитете. И я уверен, что на перспективу нас ждут очень интересная совместная деятельность. После торжественной церемонии для Валерия Венцеля провели экскурсию по музею в НИГАЗа. На протяжении 70 лет институт обеспечивает научное сопровождение крупнейших, зачастую не имеющих аналогов в мире, проектов. В главе муниципалитета рассказали об истории технологии газодобычи и даже продемонстрировали работу некоторых экспонатов. В конце своего визита на ВНИГАЗ Валерий Венцель оставил ряд добрых пожеланий сотрудникам института в музейной книге отзывов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Среди тех, кто трудится в Дорсервисе, немало таких о ком можно сказать. Они посвятили себя работе на благо родного края. Все они собрались в актовом зале предприятия, куда пришел и глава муниципалитета, который в эти дни посещает различные организации Ленинского городского округа. Валерий Венцель напутствовал сотрудников Дорсервиса словами о том, что именно от них во многом зависит то, с каким настроением встретят жители большой праздник. На вас лежит особая ответственность, задача. Тем более сейчас осталось не так много времени до 14 сентября, когда мы будем отмечать этот праздник. Мы должны привести в порядок нашу территорию. Валерий Николаевич затронул вопрос улучшения работы самого предприятия. Сказал о том, что уже пересматривается штатное расписание, планируется закупка новой техники. Все это нацелено на работу Дорсервиса во вновь образованном городском округе, отдельным территориям которого раньше не было уделено должного внимания. После глава района поблагодарил сотрудников, которые долгие годы преданы своей работе, и вручил им юбилейные медали. Среди награжденных Борис Титович Марьин, один из ветеранов Дорсервиса. 25 лет назад пришел он на предприятие. По возрасту давно уже пенсионер, но продолжает трудиться, делая уютный родной уголок Подмосковья. К слову, так можно сказать о каждом из тех, кто получил в этот день заслуженную награду. Горящие глаза, живые эмоции, искренние аплодисменты. В такой атмосфере на сцене Центра досуга Мамонова состоялась долгожданная премьера спектакля про Федота Стрельца «Удалого молодца». Свою трактовку известной сказке Леонида Филатова представили ребята из театральной студии «Базилюры». Была в зрительном зале и наша съемочная группа. До долгожданной премьеры остаются считанные мгновения, и сказать, что зал Центра досуга Мамонова переполнен, значит ничего не сказать, даже встать негде. Зрители, среди которых и взрослые, и дети, с нетерпением ждут постановку известнейшей сказки Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Наконец слышны громкие аплодисменты, и занавес открывается. На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит мишиша. Взяться за сказ про Федота стало для театральной студии «Базилюры» шагом смелым, но рискованным. Здесь все проговорено. Понимаете, вот в этом специфика литературного театра. И, конечно, мы сейчас действуем на грани. Это первый опыт, мы посмотрим, вообще имеет ли право это на существование. Хотя на Таганке сейчас опять поставили про Федота Стрельца. Произведение опубликовано еще в 1986 году. С тех пор свет увидело множество постановок. И, конечно, ни с чем не сравним телеспектакль, где сам автор, знаменитый актер Леонид Филатов, один сыграл все роли. Нечто я да не пойму, при моем-то при уму. Чай не лаптем щихлебаю, соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу. Разносол. Внимательно посмотреть эту мастерски сыгранную постановку – вот первое, что сделали ребята, когда задумались про Федота Стрельца. Вообще же к премьере они готовились несколько месяцев. За плечами многочисленные репетиции, кропотливая работа над образами и не менее усердная над собой. Все по Станиславскому. Екатерина Винокурова в «Базилюре» уже шесть лет. Сегодня девушка в зрительном зале, а не на сцене. Но очень волнуется за коллег. Я ожидаю увидеть тот эффект вау, который обычно производят наши спектакли, потому что даже на прогонах, прямо перед самым спектаклем, у нас вообще такая суматоха, ничего не понятно, будут косяки, не будут. Всего в коллективе 26 человек. Многие из них занимаются годами. И пусть ребята не станут в будущем звездами под мосток, но учеба в театральной студии – это не только веселый, интересный досуг, но и бесценный опыт. Мы ставим задачу, наверное, дать возможность людям раскрепоститься, уметь себя хорошо социально проявлять. Театр – это искусство коллективное. И, к сожалению, сейчас недостаток общения, все сидят в интернетах, они не помогают людям хорошо выразиться, выразить себя. Понимаете, какие-то контактные навыки не воспитаются. Вот театр дает возможность это воспитать. Почти полтора часа премьерного спектакля пролетели как один миг и принесли зрителям немало ярких моментов. Хитросплетение судьбы Федота Стрельца и других персонажей постановки никого не оставили равнодушными. Премьера удалась, впечатление самое благостное, дети стараются, дети молодцы. Я думаю, что они поняли, о чем эта вещь и стараются донести это до зрителей. Со своими ролями они справились, что все было хорошо. Я считаю, что совершенно прекрасно Филатова показали. Ребята молодцы, просто замечательные. Вот, вы знаете, вот каждый спектакль, вот они выкладываются на все сто процентов. Они играют как вот настоящие театр, ну, артисты. Обещают юные артисты баловать новыми постановками свою публику и дальше. А чем именно, ребята пока держат в секрете. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. В Московской области активно развивается юношеский футбол. Сразу несколько юниорских турниров в своих возрастных группах проходят одновременно. В играх принимают участие сотни мальчишек. На одной из встреч подмосковного первенства побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Зеленое футбольное поле на стадионе «Металлург» со свежей разметкой – идеальное место для проведения соревнований разного уровня. На этот раз здесь прошли игры юношеских команд на первенство Московской области. Команды 2003 и 2005 годов рождения играют в первых группах зоны «Б». Видновский Олимп занимает лидирующие позиции. В гости к видновчанам приехала команда «Подолье» из Подольска. Наши футболисты готовились к матчам и проводили разминку перед играми. Команда, которая будет играть первой – это команда 2005 года. Мы идем сейчас на первом месте и опережаем соперников на 6 очков. То есть сейчас будет такой очень важный матч для нас. Либо мы делаем отрыв еще больше, либо будет борьба идти за первое место до последнего тура. Всего в соревнованиях принимает участие 12 команд из разных городов Подмосковья. График игр довольно насыщенный. Турнир проводится с начала апреля и до середины ноября. Сейчас уже идет второй круг. Перед играми ребята проводят по 4 тренировки в неделю. Мы оттачиваем удары, пасы, и чтобы у нас получилась хорошая сыгранность в игре. Чтобы мы чувствовали каждого игрока. Мне просто очень нравится футбол. У меня предки занимались футболом. Дедушка, он сейчас сидит вон на трибунах. Команда соперников подошла к матчам в боевом настроении. Но ситуация осложняла физическая усталость. Сложность в чем была? У нас в пятницу была игра на Кубок РФС. Было восстановление, грубо говоря, три дня. Ну, готовились. Один день мы отдыхали, а два дня усердно готовились. Воспринимая, как играет команда. К этим тактическим приемам мы уже готовы. Сейчас должны показать хорошую игру. Игрок команды «Подолье» Даниил Соловьев поделился своим мнением, за счет чего они могут навязать борьбу лидеру чемпионата. Я думаю, на эмоциях можем собраться. Также, если мы будем катать мяч и держать их в него нападающего, который лучше бомбардер. В итоге Даниил оказался прав. Гости из Подольска настроились на результат и победили видновскую команду 2005 года рождения. Но честь нашего муниципалитета отстояли ребята 2003 года. Они разгромили соперника в своем матче со счетом 8-0. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok